Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите четвёртую серию об игре Workers and Resources Soviet Republic. В прошлой серии мы построили угольную шахту, электростанцию, станцию по переработке угля, и давайте же теперь подсоединять электростанцию к общей сети, как я обещал в прошлой серии. Тут просто есть много нюансов, которые я уже не успевал записать в прошлой серии, именно из-за этого я решил рассказать об этом прямо сейчас. Первый факт, который вам хотелось бы, наверное, знать об этой электростанции, это то, что она раздаёт электроэнергию ещё и всем в округе. Например, если мы посмотрим, вот здесь, да, видно, что именно электростанция даёт энергию сюда, сюда и сюда. И таким образом мы даже могли бы, например, от электростанции подсоединить и вот этот вот городок, который видно слева здесь, и уже его запитать электричеством. Это мы, наверное, сделаем, но в первую очередь я хотел бы протянуть провода прямо от этой электростанции к высоковольтным линиям электропередач. А тут есть несколько соединений, давайте посмотрим на них. Давайте провода, вот как раз... Хотя вот тут лучше видно, да, что есть несколько высоковольтных выходов, вернее, два. И четыре низковольтных линии, вернее, средневольтажных линий, да, это не низковольтные, это уж точно. Где у нас тут есть соединения? Ага. Ну, значит, мы куда-нибудь вот сюда и подключимся. Давайте я удалю несколько проводков на паузе, чтобы вдруг ничего не пропало в плане электричества. И поставлю здесь свитчи высоковольтные. Да, у высоковольтных проводов тоже есть свои свитчи. Подсоединяем здесь, подсоединяем туда, и теперь ведем тут высоковольтную линию передач к нашей электростанции. Я думаю, в обход города я это проведу, чтобы не было никаких вопросов, там, может быть, у людей какие-то жалобы возникнут. Ну, вряд ли, конечно, но это так. Роллплей, да, немножечко. И вот сюда подводим. Все, отлично. Теперь эта электростанция может запитывать наш город электропитанием. Сейчас мы даже посмотрим, ее производительность должна будет сразу вырасти. Да, отлично. Тут показано, сколько именно она на текущий момент отдает электричество. И если вы помните, мы электричество закупали. Поскольку я вижу, что людей на электростанции работает нормальное количество, то я думаю, что частично мы могли бы, наверное, продавать даже электроэнергию. Давайте попробуем это сделать. Страшно, конечно, да, потому что это же наша цепочка, и непонятно, что с ней может произойти. Хотелось бы иметь возможность все-таки про запас чего-нибудь закупать, или, может быть, ну, чего-нибудь в таком духе. Но давайте отказываться. Закупок. То есть видно, да, что закупать мы могли максимум 10 мегаватт, а станция может производить 1400 мегаватт. Это прям очень много. Поэтому давайте продавать. И оп-оп-оп, пошло все на выход. Продаю уголечек, тоже начал резко теряться. Кстати, денежки сразу пошли в плюс. А, вот вам способ. Можете в первую очередь же сделать, настроить кучу всего, поставить электростанции, и уже денежки будут идти в плюс. Ну, правда, конечно, выжирает она угля не слабо. Давайте попробуем чуточку уменьшить аппетиты на продажу. О, вот теперь уже станция наша быстрее вырабатывает уголь для электростанции, чем мы его продаем. Чем мы продаем электричество. Думаю, это прикольно. Денежки, ну, давайте так, чтобы в плюс все-таки шло. Просто для галочки. Ну, давай 5 мегаватт. И да, с 5 мегаваттами идет в плюс, отлично. Правда, уголь идет в минус. Давайте еще понаблюдаем за этими двумя менюшками. Немножко позже. Ну, такой вот способ. У нас куча поездов, ну, вернее, как куча. Один поезд. Но через полкарты протянуты рельсы, куча проводов. И тем не менее, содержание всего этого мы можем как-нибудь осилить. Кстати, давайте посмотрим на наш поезд, да, поскольку мы уже не продаем электричество. То сейчас он будет проезжать мимо нашего, нашей подстанции для поездов. И посмотрим, как он будет выжрать электричество уже на загрузке и так далее. Будет интересно на это тоже посмотреть. Два чуть-чуть больше внимания я этому уделю крупным планам. Вот как-то так. Тем более на это всегда интересно смотреть. Менюшки не прячь, просто потому что надо, надо смотреть. Так, уголечек есть. Поезд приехал, да, снизилось потребление электричества, хорошо. Ммм, загрузил 6 тонн целых одежды, это очень неплохо. Вот он бывает что-то задумывается немного. Так, куда же мне ехать налево-направо, а потом все-таки едет. Не до конца я понимаю механику, почему так. Может быть, ему нужно какой-то светофор все-таки поставить дополнительно, чтобы он понимал. Но у него, он задумывается бывает. То есть есть у него какие-то тупняки небольшие. Или у меня, кто знает, может быть у меня. Да, я предлагаю вот эту часть города немножечко обустроить. Потому что тут у меня две фабрики стоят, и я бы хотел убедиться в том, что на них всегда будут работать. Хоть кто-нибудь, но будет. Так, конструкция. Дома. Давайте хотя бы несколько поставим, таких подороже на этот раз. Ой, нет, это чересчур. Может быть. Мне бы хотелось что-то такое, что вот сюда бы влезло. Но что-то я начал подозревать, что может быть и ничего не влезет. Да, кстати, тут есть такая кнопочка создать свой город новый. Я только что создал. И, к сожалению, кнопочки удалить город нет. Так что с этим нужно очень аккуратно. Так, домики. Домики, домики. Один так поставим, другой если влезет. А он влезает. Вылезал же только что. Все, отлично. Погнали. Почему я это на паузе делал? Чтобы люди находили путь к электростанции. Чтобы не сбились с пути. Есть дом, построился. Наймем работников. Парочку иностранных. Вернее, не работников, а людей. Ну, в общем-то, для нас все люди это работники, правильно? Все, отлично. Электростанция работает, потребляет уголь. Кстати, блин, реально не бесконечно угля. Или он как-то не очень торопится просто попадать с переработки непосредственно на электростанцию. Я думаю, что да. Я думаю, что это именно так. И сейчас, кстати, нужно будет еще дополнительно посмотреть на то, как дела происходят у нас на угольной шахте. Давайте к ней быстренько телепортнемся. Ну, не телепортнемся, подвинемся. И посмотрим, может быть, у нас тут залежи угля огромные есть. Да, 20 тонн на угольной станции, и здесь 406. Почти полностью забилось, а? Смотрите, какая ситуация. Что по Камазу? Должен сейчас отправиться. Да, отправляется, отлично. Знаете, нужен еще транспорт. Нужен еще транспорт. Мы не успеваем вывозить весь уголь, который добывается на угольной шахте. Кто бы мог подумать. Это, кстати, мерседесик. Это нашел. Отлично. Так, значит, давайте грузовичок посмотрим. Я смотрю, что есть у вас спрос на то, чтобы я посмотрел как можно больше разных грузовичков. В прошлый раз мы смотрели Камаз и Т-815. Я, кстати, разобрался, как формируется тут цена, и почему Камаз такой дешевый. Да потому что он, видите, намного позже выпустился, и уже в те времена такая мощность стоила, конечно же, дешевле. Поэтому я предлагаю сейчас поступить вообще интересно. Найти самый современный грузовик. Ну, не вот это, конечно, да, это, ну, типа, две тонны, серьезно, что ли? Не, никуда не годится. Но, в общем, что-нибудь более современное. Кстати, ЗИЛ-133 выпускался аж до 1999 года. Кто знал об этом, ставьте лайк. Кто не знал, тем более ставьте лайк. А, 66-го. Ну, кстати, неплохой вариант. Он долгое время выпускался. Значит, хороший грузовик. Камаз-3520. Нинь-динь-динь. А, вот это интересный вариант. На 7 тонн. А сколько у этого ЗИЛ-ка? 9. Давайте ЗИЛ возьмем. Заодно посмотрим. Ну, я-то знаю, как он выглядит, но... Посмотрим чисто условно, как он выглядит. Так, отправляем его на загрузку. И на выгрузку я, кстати, решил их все выгружать вот здесь. Потому что у меня есть планы на загрузку вот здесь. То есть надо будет выловить сейчас грузовичок, который у нас... Еще один ездит, именно на станции разгружается. И последить за ним. Но этим временем давайте хотя бы посмотрим, как выглядит... ЗИЛ-очек 133-й. Хм, да. Культовая машина, конечно. Этого будет мало, определенно. Давайте еще что-то посмотрим. Может быть, еще какой-нибудь ЗИЛ-ок есть. Кроме этого ЗИЛ-133. ЗИЛ-130 есть. 130-й, да? То есть он попроще немножко идет. Но, как бы, ребят, нам же не важно правильно, абсолютно. Нам интересно посмотреть именно на большое разнообразие. Зато он дешевый. Зато он дешевый. До 94-го года выпускался. Аналогично, да? Загружаем его... ...здесь. И выгружаем тут. Все, финиш. О, приехал, кстати, КАМАЗ. Можем посмотреть, как он... Моментально, кстати, разгружается, потому что это самосвал. Оп-оп-оп, и сразу поехал уголечек. Уже вот здесь извините, что в менюшках все закрыто, но... Надо, надо. А вот ЗИЛ-очек уже. 130-й. Тоже, наверное, еще более культовая машина, чем прошлый ЗИЛ-ок. Наверное, сейчас такие можно увидеть только на канале у всяких очкариков. Но в настоящей жизни таких осталось совсем мало. Может быть, где-нибудь в регионах только. Классная машина. Очень классная. Ну что, я надеюсь, что такого количества транспорта нам уже хватит. Вот, кстати, ЗИЛ-очек прет 133-й. Более мощный. Давайте немного ускорю ее игру. Интересно. Белый, кстати, жалко прям под уголь его отправлять. Давай, я в тебя верю. Так, подъезжает к угольной станции. Ух ты, автобус. А вон люди, кстати, пришли недавно. Очень в тему я тут поставил заправку. Во, а вот, кстати, тот поехал Т-815-й, который я в прошлой серии смотрел. Так, смотрим, 9 тонн. Ну да, загружается. В общем-то, все в порядке. Давайте выловим сейчас ту другую машинку нашу. Так, стой. Будь добр, пожалуйста. Я тебе добавлю остановку вот здесь, да? И ты тут будешь выгружать. Все. Вот как-то так, да. Все, поехал. Почему я сейчас не отменяю прошлую остановку? Иначе он назад начнет возвращаться. Я такое уже делал. Второй раз на эти грабли я не наступлю. Да, подъезжает он к переработке угля. Отлично. Сейчас тоже моментально выгрузится. Вот чем мне нравится самосвал, это тем, что они сами выгружаются. И вот эту вот остановочку мы ее вообще выпиливаем. Все. Теперь у него только есть та, для него существует. И угольная станция. Мне необходимо было освободить здесь въезды-заезды. Для некоторых других целей, которые я, возможно, посмотрю на этой серии. Но если не посмотрю, то, значит, в какой-то из следующих. Да, вернемся к электроэнергии, к нашей. Я хочу подключить еще вот этот городочек и начать уже между ними тоже, между своим городом и этим, перевозить разный транспорт. Будем расширять свои владения. Кстати, смотрите, да, как сильно мы разрослись уже. Значительный рост, я бы сказал. Поэтому, конечно же, ставим тут подстанцию. Да и вот, идеальное место нашел. Правда, я не представляю, как я провода сюда подключу. Но давайте попробуем. Подключим в самый... Нет, наверное, вот в этот, средний. Ну-ка, должно было пойти электричество сюда. Да? 1,7 мегаватта, да ладно, ты так много жрешь в этом городе уже всего. Прикиньте, да, вот этот городок выжирает сам по себе 1,7. Кстати, мои прогнозы были слишком оптимистичными. Вы посмотрите, мы не успеваем вывозить полностью уголь даже таким большим количеством грузовиков. Хм, ну что, добавим, значит, еще несколько. Может быть, какие-то американские добавились. Да, смотрите, есть немецкий, вернее, грузовичок. М-ТГС, наверное, это МАН. Возможно, я не уверен. Давайте таких 4 добавим. Ну, просто пусть они стоят, если что, здесь. В готовности, скажем так. Подъехать. Так, первый. Давай оттуда вези. Сюда. На старт. Отлично, все, выехал. Давайте второй сразу. Я думаю, их реально нужно много. Почему я решил эти взять? Да потому что они по 15 тонн идут. Самые бодрые 2005 года выпуска. Ну, тут, конечно же, настолько поздние модели, они вне конкуренции. Заодно посмотрим, как они тоже выглядят на старт. Вон, уже даже один поехал. Так, секундочку, не так быстро. Хочу на тебя посмотреть. Ну да. По-моему, это МАН или МЭН. Как правильно читается-то? Кто знает. Ну, хорошо. 15 жетон. Ну, тогда такой глубокий очень у него. А 15 тонн угля. Я думаю, что 4 таких должны справиться с вывозом всего угля, который здесь на шахте есть. Потому что, получается, у нас шахта теперь простаивает из-за этого. Заметил, правда, еще одну особенность. Вот смотрите, да, у нас есть одежды. Избыток даже определенный на этих фабриках, да? То есть они их складируют у себя по 7,5 тонн. И только когда приезжает поезд, а он вот на подъезде уже, то кусочек одежды, который, видимо, был излишком, вот здесь вот на этих двух фабриках, попадает уже на поезд. С одной стороны, странная тема, с другой стороны, не очень. Потому что я думаю, что это из-за того, что вот, например, у нас есть магазин, где эта одежда продается. И вполне может быть, что игра дает мне... Ну, вернее, как бы намекает мне, чтобы я все-таки завозил сам эту одежду. И теперь нам нужно организовать подвоз одежды к тому магазинчику. Давайте выберем максимально простой грузовичок. Нам нужен скрытым корпусом, потому что именно такой возит у нас одежду. Я думаю, много ее у нас не покупают. Поэтому давайте самое новое сначала. Посмотрим, что тут есть. Есть такой КАМАЗ, выпускался до 2006-го, но, не знаю. Мне вот такой фургончик нравится. А-21 из Чехословакии. Давайте возьмем его. Он может везти одну тонну одежды. Я думаю, что это нормально. Значит, один такой будет у нас работать вот на эту фабрику и привозить одежду сюда. Поехал. Давайте тоже за ним понаблюдаем, как он с этой задачей справится у нас. Так, сначала он на переезде где-то стоит. Куда же ты едешь? И почему ты едешь именно тут? На заправку, может быть? А-а-а. Все, понял. Остановка автобусная, как транзит, не работает. Поэтому он в объезд поехал. И да, наверное... Подожди, пока полностью загрузишься. Ага, одну тонну забрал. И подожди, пока полностью разгрузишься. Ну, чтобы зря не кататься, топливо не тратить. Прикольный грузовичочек. Вот таких я не видел. Может быть, такие у нас и были, но вообще не замечал. Быстро заправился. Хорошо. Да, один нюанс по магазину. Давайте перестанем в нем закупать одежду, в принципе. Ну, может быть, немножечко. Все, договорились. Ну, потому что мы уже сами ее можем привозить. Я вот на всякий случай только базовый какой-то уровень буду закупать в случае кризиса, и все. Все разгрузился, он поехал обратно. Я предлагаю еще один похожий сделать, а только уже работающий на другую фабрику. Ну, реально. Поезд, ну, я не знаю, что с поездом делать. Мы не так много производим, как оказалось. Есть Skoda 1203. Выпускалась до 1993 года. Думаю, неплохой вариант. Тоже, может... Но, правда, она совсем мало возит. Давайте чего-нибудь ей в помощь наймем. Как-то даже чересчур мало. Может быть, что-то тоже есть такое мелкое. Да, вот можем такой взять. Думаю, в паре они будут работать на другую фабрику. Давайте сюда. Привозите в магазин. Поехал на старт. Ну, конечно же, полностью загрузись и полностью разгрузись. Все отлично, и теперь у этого тоже самая задача. Жалко, знаете, нельзя выделить и применить для всех, например. Было бы удобно. А знаете, короче, в чем прикол вообще у этой фабрики и у другой? Да в том, что у нее вообще нет соединения с дорогой. Кажется, что оно есть, но на самом деле его нет. Потому что ни вот это сооружение, ни автобусная остановка не работают как транзит. Поэтому, конечно же, давайте добавим какое-нибудь соединение. Вот таким вот образом. И сейчас они... Они просто не знают, как им выехать даже оттуда. Все, видите, поехали. Ну, вот как-то так это работает. Ну, хорошо, что я это заметил. Ну, интересная особенность. Я думаю, что это должны поправить. Ну, как же. Ну, что же. Немного это вводит в заблуждение. Да, в магазине одежда уже даже излишек есть. Можем еще один, кстати, сделать. И поменять маршруты вот тех двух на другой магазин. Думаю, что неплохой вариант. Тем более в этот магазин люди могут добраться далеко не отовсюду. Можем что-нибудь на этой стороне сделать. Да, кстати, какой у нас магазин идет? Маленький магазин, понятно. Так, в нем, конечно же, я все-таки закуплю хотя бы электронику, потому что ее мы не производим. Чуточку одежды. Вот так. И где там наши грузовички? Нет, не ты. Он пытается разгрузиться. Видите, тут... А нет, кстати, ты, да. Будь добр, езжай вот в этот магазин. А вот этот мы удалим, в принципе. И тут лоуд. Да. И подожди, пока полностью не разгрузишься. И да, этот городок мне тоже хотелось кое-как развивать уже. Давайте поставим здесь автобусную остановку. Небольшую. Недалеко от центра тоже. Тут, правда, вот домики вот эти стоят. Они... Ну, не хочется сказать, что мешают, но... Если честно, то мешают. Удалять я их не буду, конечно же. Но мне бы хотелось, чтобы их не было. Ладно, давайте вот тут поставим. Один все-таки я удалю дом. Диэм взамен тоже хороший дом построю. Ну, просто в этих маленьких домиках реально, ну, как-то вообще ни о чем. Столько места теряется. Так он же электричеством должен был... Да, подключается. Но поскольку в нем никто не живет, то ничего не потребляет. Так. Подожди, так. Все, этот мы можем убирать. И из вот этого. Короче, все, которые нам мешают ставить автобусную остановку, все будут выселены. Ну, думаю, что вот этот нам не сильно мешает, но... Так, чтобы уже не было обидно другим, то я выселю всех. Вторую автобусную остановку я поставлю где-то около этой дороги. И все это, можете мне поверить, не просто так. Она будет соединять тот мой дальний городок. Ну, вернее, не мой, а просто дальний городок. И вот этот. Но и опять же, неспроста. Тут добавляем. Тут у нас госпиталь, напомню. Мало ли, кому-то захочется приехать подлечиться. Все это очень важно. Электричества у тебя, конечно же, нет. Хе-хе. А вот у нас тут подстанция. Вернее, есть свитч. А, и, кстати, он особо-то и не жрет ничего. То есть мы могли бы... На самом деле разделить, да? И провести еще туда электричество. Давайте, наверное, так и поступим. Все отлично. Теперь у нас электричество уже везде есть. Хе, можем пользоваться. Есть же? Да, есть, все отлично. И не перегружен ли этот свитч у меня? Нет, не перегружен. 1.83. Все отлично. А этот 1.88. Ага, ну хорошо. Как-то оно вот как-то странно немного все работает, но на самом деле может даже показаться запутанным, но на самом деле нет, нормально. И теперь давайте свозить людей с того города. И с вот этого города к вот той остановке. Вот эта остановка, она мне будет соединять вот этот микрорайончик, который здесь у меня возник. Ну, часть его, по крайней мере, точно. И нижнюю часть с госпиталем. А с вот этой частью города. Это важно сделать, потому что тут у меня такой получился хаб целый. Может быть, я даже вот эту вот остановку переделаю потом как-нибудь под... Может быть, кстати, и сейчас бы стоило переделать. Под большую. Типа что-то в таком духе. Мне кажется, она все равно бы сюда не влезла. Так что неважно. Покупаем, значит, автобус небольшой, какой-нибудь средненький. Смотрите, есть очень старый лаз. Вообще прям старый-старый-старый. Интересно на него посмотреть. Давайте возьмем его. И я тебе назначу остановку с вот этого города, отдаленного слегка. Ну, вот эту остановочку, он мало ли, опять же, люди в госпиталь захотят. Или, в принципе, в мой город. Так, где он там? Вот он выехал. Это очень старый. Я уже не помню, с какого по какой год он выпускался. Надо было глянуть. Ну, сейчас, наверное, вернусь. Но таких даже я в своем детстве застал только парочку. То есть это прям редкая-редкая модель на сегодня... Наверное, уже ни одного даже не ездит на сегодняшний день. Но зато выглядит он, конечно, фантастически. Какая-то такая очень модная, очень футуристичная, я бы даже сказал. В общем, будет у нас трудиться. Перевозить людей из дальнего города на вот эту остановочку. Правда, он медленный какой-то, да? Ну, а что я хотел? И еще один. Уже поменьше немножко. Ну, конечно, в пределах разумного поменьше. Вот, например, есть такой паз, более старый даже, на 32 места. Или вот есть ЗИС на 52 места. Давайте возьмем паз. Очень старый. Короче, будет у нас два старых автобуса сейчас трудиться. И я его назначу с вот этой остановки. На эту. Все, поехал. Так он выглядит. Вот такие я уже видал. То есть это более, не знаю, распространенные, что ли, были. Не знаю. Но вот такие я уже встречал. И да, и для чего я все это нагородил? А нагородил я это для того, чтобы здесь поставить междугороднюю пассажирскую железную дорогу. Как они у нас выглядят? Есть вот такая вот платформа. А есть платформа поменьше. Конечно же, я тут поставлю платформу нормального размера. Пассажирскую. И мы с ней дальше будем работать. Именно за городом я хочу слегка ее поставить. Потому что... Ну так будет немножко удобней. Но зато рядом с остановкой автобусной, правильно? Где-то выиграли, где-то проиграли. Главное, что земля тут ровная. Я не хочу ставить сверху тут, потому что тут кошмар. А тут для поездов прям будет удобненько. Ну и тем более городочек опять же мы будем развивать вот в эту сторону. Это я наметил уже давно. Так что она у нас фактически будет в центре стоять. Одна станция и... Можем вот сюда, да, пустить в еще один большой город. Называется Лолона. Интересно на него будет посмотреть. Правда, здесь нет электричества. А оно, конечно же, нужно для функционирования железной дороги и вообще. Во, кстати, можем дизелек пустить. Но учитывая, что мы, кстати, только что реализовали такую большую электростанцию, то, наверное, мне бы не хотелось так делать. Давайте лучше проведем высоковольтную линию электропередач от нашей электростанции. Хотя дорого или, наверное, высоковольтную тянуть. Давайте низковольтную. Не знаю, на такое большое расстояние, в принципе, бывает, что тянут низковольтную линию электропередачи. Напишите в комментарии. Мне кажется, что большие потери слишком будут, если так делать. Но я могу быть неправ. Это так, предположение. Да, тут не так просто на самом деле. А вот отличное место. У нас теперь этот городок тоже должен быть под напряжением. Да, есть, отлично. Ух. Ну что, поставим теперь здесь еще одну железнодорожную станцию. Тоже большую. Немножко за городом, опять же, но так, чтобы до нее дотягивалось электричество, и люди могли на ней ездить. Наверное, под углом слегка к городу. Чтобы я дальше мог куда-то поезда пускать, но они сквозь город не проедут правильно никак совершенно. Поделаю только соединение. Как дорогой, так и пешее. Посмотрим, какой у нее хват должен быть приличный. Ну да, главную часть города она охватывает. Мне этого достаточно. И теперь я бы хотел вот этот городочек соединить железной дорогой с нашим самым первым. То есть мы будем проводить вдоль реки, наверное, эти рельсы. Просто так для... Не знаю, не то чтобы даже для экономии. Просто потому, что так проще. И тем более параллельно дороге. Возможно, в этом городе мы тоже сделаем промежуточную станцию какую-нибудь, но это слегка попозже. Это меня пока не сильно интересует. Мы просто в объезд его сделаем. Давайте, знаете, что в качестве исключения все-таки попробуем дизельный поезд поставить. Это будет интересно. Он немного отличается. Вернее, для него тоже нужна заправочка. Она выглядит вот таким вот образом. Удалим часть железной дороги. Да, я знаю, что я протянул провода с... Железную дорогу с электричеством, но мало ли, может быть, тут электрички тоже будут кататься со временем. Вот так выглядит эта станция. И хочу обратить ваше внимание, что тут есть подключение для труб. Да, ничего себе. Для труб. Вы не ошиблись. Эти трубы я, наверное, буду пока... Ну, явно не в этой серии, но это тоже тема очень интересная. Ну, а тем временем мы будем просто закупать. Сюда топливо пока что извне. Ну, не знаю, какое-то количество. Пусть будет. Сейчас закупим. Денежки потратили, конечно, но ничего. Теперь с депо нужно соединить еще станцию. Давайте я дополнительно даже подключу. Это так. А тебе хоть электричества не надо? Надо, но все нормально. Да, мне пишут, что вот эта часть железной дороги без напряжения. Ну, раз оно так возмущается, ладно, давайте мы его сделаем. Просто чтобы не было раздражающей иконки. Реально бесит. И прямо от электростанции я сейчас поведу сюда проводочки. Да, вы, наверное, уже помните, что тут нужно соединение, конечно, покруче, чем одна линия напрямик, но пока ничего другого я предложить тут не могу. Придется выкручиваться как есть. Мы тут поставим свитч сейчас. Вот такой вот. От него отталкиваемся, ведем в ту сторону. И с этой стороны тоже соединение. Все, теперь оно вроде бы не должно ругаться ни в коем случае. Какая-то такая очень хитрая система. Соединяем вокзальчик с железной дорогой. Вернее, с депо. Соединение с депо готово, да и не только с депо. Ну, теперь купим поезд, это интересно. Я вам таких еще не показывал. У нас, кроме уже стандартных локомотивчиков, да и вагонов, есть так называемые трейнсеты. Это уже готовые поезда. И можем посмотреть, что нам тут игра предлагает. Есть DRG-класс, SVT-137. Это 1935 года немецкий поезд. 1935. И при этом он развивает скорость 150 км в час. 150 км в час. И может перевозить 65 пассажиров. Ни один другой поезд из представленных на такое не способен. Хотя этот самый старый из них. Разве это не поразительно? Я считаю, что это, ну, просто 10 из 10. Это не поезд, это что-то невообразимое. Но давайте начнем с самого нового из них. Есть ER-2, а есть вот латвийский DR-1A. Давайте с него начнем. Это такой среднячок. Вот так вот он выглядит. У него уже, как видите, есть вагоны определенные, поэтому давайте его на эту станцию и... Эту станцию соединим. Вот так. Все, на старт. Давайте за ним следить. Мне просто хотелось в этой серии вам показать, как работают тут еще и пассажирские поезда тоже. Я, кстати, видел такие поезда. У нас они точно ходят тоже. Так, прибывает. Надеюсь, его там кто-то уже ждет. Да, желающие уже стоят. Смотри, сейчас он заправится немного. Во! Конечно же, заправочка. Я надеюсь, что когда... Ой, вот это, кстати, нехорошо, да, что на переезде он становится для заправки. Ну, да. Ну, ладно. Это жизнь. Наверное, мы что-нибудь придумаем с этим потом. Надеюсь, что хоть кто-нибудь из желающих направляется в тот город, иначе что же я зря поставил. Да, какие-то пассажиры есть. Кстати, это не просто три, это на самом деле больше, чем четыре. Пять. Ну, как бы в поезде тоже вагонов не сто пятьсот, правильно? То есть хоть кто-то, как бы спрос какой-то есть. Уже интересно. Так, опять он что-то задумался, задумался. Он сейчас поедет. Угу. Кто-то нажал стоп-кран, наверное. Все. Можем понаблюдать вот так за ним. Ну, и думаю, что я на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания, и увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok